Добрый день дорогие друзья! Шао Тол, хорошей недели! И мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы. Она называется Хаазину, песнь Хаазину. И мы смотрим, что есть какие-то слова страшные. Маша говорит, Богу ли вы воздаете народ подлый и неумный? Мой друг Рапсвиз спрашивает, а о ком это говорится народ подлый и неумный? Я ему говорю, что это обо мне и о тебе. То есть нам Всевышний все дарит, хорошую жизнь, так как он Торе нам пишет, а мы выбираем другой путь. Нам кажется, что мы должны жить по-другому, как нам кажется. Чем отличается та жизнь, которую нам Всевышний говорит, о той жизни, которую люди выбирают? Всевышний говорит, вы должны жить по законам Торы, то есть вы должны радоваться по законам Торы. Я вам дал праздники. Я вам подарил 52 субботы в году. подарил, вы обязаны сделать по 3 трапезы. То есть, если мы умножим, уже у нас 156 трапез, это мы обязаны, это мы не можем выбирать, хотим или не хотим, обязаны хороший стол ставить, с семьей собираться, пожалуйста. у вас есть Песох, семь дней, если это страна Израиля, или есть у вас праздник Сукот, семь дней, если страна Израиля, если это в других странах, то это восемь дней, по восемь дней. Есть Ханука, восемь дней, есть у вас Рошашанат, два дня, Если у вас шавот два дня Если у вас шмини церет Семха тора Если мы соберем Обязательные застолья Которые нам Всевышний написал Вы обязаны собраться Больше 200 раз 220 Это кроме того у нас есть новомесячие Когда тоже не для его провести Как обычный день Сколько у нас таких праздников Тоже в году много получается Потому что вы это и 13 месяцев И 12 месяцев То есть он нам не говорит Что вы должны все время работать Вы должны радоваться У вас есть кроме этих праздников У вас есть бармицвы, батмицвы Есть праздник обрезания Есть у вас свадьбы В общем много всего хорошего есть Чтобы мы жили хорошей жизнью И даже если у нас случается Не дай бог несчастье То когда мы живем с общиной То Община делит на себя любые трудности И друг другу помогая Любые трудности Облегчаются То есть если так разобраться По сравнению С той жизнью Которую мы выбираем Это просто день и ночь То что мы получаем От Всевышнего Это просто прекрасная жизнь Просто мы не можем это понять Мы не можем вдуматься Мы можем посмотреть На общины в Израиле Которые соблюдают То есть Как они празднуют Как они живут Как они друг другу помогают Это просто Несравнимо со светской жизнью И конечно Надо стремиться Достигать такого уровня Достигать Такого общения Чтобы хорошее отношение К старикам Было Что Правильное отношение К воспитанию детей И все 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 Если мы будем правильно поступать То Мы действительно получим Ту прекрасную жизнь Которую Тора нам говорит И страна будет Страна текущая молоком и медом То что Всевышний просит Машин нам говорит Что Вы виноваты Вот Виноваты и в будущем будете И виноваты вы Вот На сегодняшний день Что вы в пустыне Поколение пустыни Сделали тельца Тоже нарушили Эти заповеди То есть Вина наша есть И за все наши страдания Говорит Вы виноваты сами То есть Мы виноваты сами За наши страдания Не Всевышний виноват И пострадали именно мы За свои деяния Если мы Читаем Тору То Мы видим Вот Такое произошло Такое То что произошло Это Мы сотворили все Сами А если бы мы Придерживались Торы и заповедей То естественно У нас такого бы не было Мы видим Как полагались На Всевышнего Наши прородцы Мы видим Как Аврагам Как Ицхак И не было у них Каких-то армий Никакой Казалось бы Внешней Вот Видимой защиты Но Когда же Вот Когда же Такие-то трудности Всевышний выручает Выручает Аврагама Война там идет Пятнадцать царей И он Выходит победителем Еще Египет Всевышний Под ноги бросил Ицхак Как он С Авимеллахом Общается И заканчивается тем Что Авимеллах Просит у него Чтобы он заключил С ним мир Чтобы он не сделал Ему зла Говорит Давай заключим С тобой союз Чтобы ты не сделал Нам зла Как и мы Не дотрагили за тебя Отпустили тебя с миром Ты теперь была Савианной Богом И мы видим Как Яков Живет И тоже Всевышний Выводит Из всех страшных Ситуаций То есть Когда мы полагаемся На Всевышнего Мы видим Как У нас все Становится хорошо Мы видим Когда мы стоим Возле берега моря И Всевышний Говорит Стойте и молчите Ваш Бог Сам Сражается за вас Сегодня Стойте и молчите Вы учите Тору Молитесь А Я Сам расправлюсь С вашими врагами И Он действительно Провел нас Среди моря А Египтян Утопил Нам не надо было Сражаться Никакие мечи В руки брать Хотя у вас было оружие Ничего Вы только Говорит Меня слушаетесь И все И у вас все будет хорошо Вам не нужно будет Воевать Но мы к сожалению Выбираем другой путь Но Будем надеяться Что мы поменяемся Что мы поменяемся И раскаемся И у нас будет В среду праздник Будет Емкий пур Когда Всевышний Хочет Что мы Пришли На молитву Чтобы мы Раскаялись Что Поснимали с себя Обеты Владимир Жене Жене Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фера Бат Анна Геннадий Бен Елена Леор Бен Клара Ольга Бат Светлана Йосиф Давид Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазл Барас Ирина Бат Аарона Ребен Ребен Зарошед Аарон Ребен Двой Радис Бен Ахум Амигаль Бат Цара Проноса Ибрюд Владимир Бен Рая Марина Бат Борис Бен Марина Всего Хар Олег Марченко Пишите имена Кто хочет Чтобы мы За них Читали Тору Упоминали Когда читаем Тору Всем Браха Проноса Каванам Мазл Тов Что мы Это время Не грешили Читали Тору Всем Всего Самого Налучшего И до Следующих Встреч Надеюсь У нас Остается Завтра В 15.30 Шалом Шалотов